Активное потепление и увеличение светового дня. Факторы возвращения перелетных птиц в родные пенаты с года в год одни и те же. Первыми в наш регион прибывают грачи и серебристые чайки еще в 20-х числах февраля. Эти птицы, по словам орнитологов, уже вовсю занимаются гнездованием. Затем из южных регионов и теплых стран прилетают и некоторые водоплавающие. Серые и белые цапли – большинство видов уток. Дальше мы ждем скворцов. И в этом году скворцы нас не подвели. Уже 1 марта первые скворцы на западных границах Рязанской области у нас появились. Вот принято считать, что прилет птиц идет с юга на север. То есть к нам они с юга поднимаются и летят на север. Но у нас в Рязанской области прилет идет по западному пути. То есть к нам чаще всего птицы прилетают с запада. Поэтому раньше всего они у нас появляются в Захаровском, Михайловском районах. Если кому-то очень хочется посмотреть на птиц, которых еще в Рязани нет, но которые уже должны быть, то можно съездить с Захарова и наверняка они там все уже есть. В первой декаде марта орнитологи отметили и прилет жаворонков. А еще гусей и куликов. Некоторые хищные виды птиц тоже вернулись с зимовок. Пустильга, обыкновенный конюк и болотная сова. Кого мы ждем в ближайшее время? Мы ждем таких видов, такие виды, как журавли, например, к нам скоро должны уже прилететь. Вяхери. Очень ждем другие виды водоплавающих птиц. У нас появятся и черки, и красноголовые нырки. В общем-то мы тоже их ожидаем прямо уже в ближайшее время. Но чуть позже, когда растает снег, пожалуют к нам ласточки, соловьи, дрозды, другие виды птиц, которые питаются в том числе насекомыми. В Рязанской области насчитывают порядка 300 видов птиц. Большая часть из них перелетные. Последними с зимовки по традиции прибывают чечевица и иволга. Окончательным возвращением всех пернатых в наш регион орнитологи датируют середину мая. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».